В христианстве есть такое приветствие, на котором вообще все зиждется, все христианство. Это приветствие звучит так. Христос воскрес! Слава Господу! И знаете, иногда бывает так, что христиане, они не подготовлены. Так вот, ну, скажешь, Христос воскрес, они не подготовлены. Ну, сегодня же не Пасха, и что вообще говорить надо? И такое молчание. Я вспоминаю, один брат приехал, он с другой церкви приехал нам на учебу, и вот он, когда вставал проповедовать, допустим, или просто вместо приветствия он говорил, Христос воскрес! А мы так стояли тоже, ну, не понимали, откуда он такой взялся-то. Вот постоянно у него Христос воскрес, Христос воскрес, так вот. Знаете, потом привыкли уже к нему, а время проходило, и вот он с нами вместе служил Господу, был на этом месте, а потом что-то произошло в сердце. И знаете, вот он уже перестал говорить, Христос воскрес, и как-то так вот оно, знаете, и потом все реже-реже на собраниях стал. И это произошло не потому, что Христос не воскрес, а потому, что в сердце что-то произошло. А Христос, Он в нашей жизни воскрес. Слава Господу. Аминь. И поэтому мы сегодня на этом месте с вами и собрались. И очень важно, чтобы мы с вами всегда помнили об этом, что мы служим Христу воскресшему, умершему и воскресшему. Христу-победителю, который победил в нашей жизни, который победил оковы смерти, ада. Он все это разрушил, тот, кто имел эту власть, эту силу в нашей жизни, Он разрушил все это, потому что Он есть победитель. И я буду читать из первого послания апостола Петра, с первой главы, с 13 стиха. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». И вот эти слова «припоясав чресло ума вашего». И мы с вами понимаем, и об этом тоже часто проповедуются, что в нашем разуме, в нашем уме происходит эта битва, битва. И борется то, что Господь вложил в наше сердце. Мы с вами читаем Слово Божие, понимаем, как должны относиться к жизни. Мы это все с вами понимаем. Но знаете, и враг душ человеческих, он тоже хочет иметь эту победу и в нашей жизни, в нашем сердце. Он хочет иметь эту победу. И поэтому он что-то свое пытается вложить в наши умы, в наш разум. Он хочет, чтобы мы с вами обратили внимание на наши трудности, наши сложности. Он хочет смутить нас, поработить нас. Но знаете, Иисус Христос, Он обращаясь к нам, говорит через апостола Павла, Петра, извините, «припоясав чресло ума вашего». А чем мы с вами можем припоясать чресло ума? Словом Божиим. Словом Божиим. Вот это слово, которое мы с вами читаем, которое мы с вами вникаем, мы должны с вами припоясать. Мы должны с вами смотреть на эти обетования, великие Божьи обетования, которые имеют в нашей жизни силу только тогда, когда мы их с верою с вами принимаем. Поэтому благослови нас с вами, Господь. Когда есть проблема какая-то, вот мы так устроены, мы люди с вами, и мысли, они как-то так вот, ну вокруг этой проблемы всегда так вот. Они как-то, ну, не хотят эту проблему отпустить. На работе ли это задержка, зарплата какая-то, или обманули нас, или еще что-то произошло в жизни. Но вокруг проблемы, эти мысли наши, они как-то витают, витают, летают, и не хотят эту проблему отпустить. Не хотят отпустить. Понимаете, я вот вспоминаю такой пример один. Он был в моей жизни так вот, и я вот, ну, как бы так вот, это, ну, как бы такое вот действие было. Однажды мы должны были трудиться, проповедовать, я должен был проповедовать, но это было не в церкви, а это было, ну, место, мы проповедовали неверующим людям. И вот мне звонок, звонят родные и говорят, племянница выбила глаз. Вот представляете, я должен проповедовать, и мне вот такое известие, племянница выбила глаз себе. И я так вот, ну, что тут думать, ну, понятно, что самые плохие мысли тогда лезут в голову. И я попытался одному брату, брат, ну ты скажи как-то, я смутился так, ну, мне на самом деле сложно было. Брат отказался, другой брат тоже отказался, то есть, ну, и деваться некуда, все равно надо проповедовать, надо все равно говорить людям о Иисусе Христе, о сильном, о Господе, о победителе. И знаете, вот так вот борьба такая. Я думаю, каждый из нас борьбу такую переживал. И знаете, просто для меня это был такой урок, что Бог, Он хочет, чтобы мы всегда с вами взирали на Него, всегда доверяли Ему, чтобы в жизнь нашу не пришло, чтобы там не произошло, Господь, Он с нами. Он заботится о нас, Он печется о нас. И потом, знаете, когда все уже прошло, и позвонили, и там, ну, просто вот позвонил один человек, и он сказал просто так вот, как бы, ну, произошло вот это все. И он просто, ну, как-то, как говорят, там, ну, глаза велики, там, да, у страха, там, извините за поговорку такую, ну, что все не так было плачевно, вот, и что, ну, нормально все было, просто ударилось. Ну, знаете, Господь, Он учит нас, чтобы мы с вами смотрели на Христа, потому что Слово Божие говорит, а мы имеем ум Христов, мы имеем ум Христов. Но автоматически это у нас как-то так вот оно, да, что мы всегда имеем ум Христов, ну, потому что и бывает, и, ну, плоть наша тоже имеет место в нас. Но мы ум Христов имеем только тогда, когда мы с вами исполняемся Духом Святым. Когда мы исполняемся Духом Святым, тогда мысли приходят от Господа, откровения приходят от Господа, тогда нам читать легче, тогда это Слово, оно открывается по-другому совсем в нашей жизни, в нашем разуме. И вот очень важно, чтобы мы с вами сейчас помолились, чтобы мы с вами сейчас от сердца воззвали к нашему Господу, чтобы Иисус Христос пришел на это место, и в нашем сердце сегодня Он свою обитель сотворил, чтобы мы сегодня с вами все исполнены Духом Святым, помышляли о Господе Воскресшем, о Господе Победителем, чтобы Иисус Христос, Он имел в нашей жизни это достойное место, которое по праву принадлежит Ему. Аминь. Совершим эту молитву.